Энн Райс. Интервью с вампиром. Читает артист Юрий Титов. Часть первая. Ну что ж, задумчиво сказал вампир. Он стоял у окна, освещенный тусклым уличным светом. Глаза его собеседника, молодого человека, наконец привыкли к полутьме, и он смог разглядеть комнату. Круглый дубовый стол, кресло, таз и зеркало на стене. Молодой человек ждал. А у вас хватит пленки, чтобы записать историю целой жизни? И молодой человек увидел четкий профиль полуобернувшегося вампира. Конечно, когда повезет, мне удается взять интервью у трех-четырех человек за вечер. Но только это должна быть действительно хорошая история. «Еще бы», сказал вампир. «Я расскажу вам свою жизнь. Я сам этого хочу». «Отлично». Молодой человек поспешно достал из портфеля диктофон, проверил кассету и батарейки. «Расскажите, как получилось, что вы поверили в это? Почему вы нет?» Оборвал его вампир. «Мы начнем иначе». «У вас все готово?» «Да». «Тогда садитесь. Я включу верхний свет». «Но я всегда думал, что вампиры не любят света. Если вам хочется, чтобы было темно, я не против», он осекся. Вампир отвернулся от окна и смотрел теперь прямо на него. Лица вампира не было видно, но что-то в этой неподвижно застывшей фигуре насторожило юношу. Он хотел было что-то сказать, но промолчал. Вампир подошел к столу, взялся за шнур выключателя, и молодой человек вздохнул с облегчением. И тут же резкий желтый свет залил комнату. Молодой человек ошеломленно уставился на вампира. Его пальцы судорожно вцепились в край стола. Боже! Только и смог выдохнуть он. Лицо у вампира было белое и гладкое, словно вырезанное из кости, и застывшее, как у статуи. Жили только его зеленые глаза. Они пристально смотрели на молодого человека и сверкали, как изумруды. И казалось, что два огня горят на белом холодном лице. Вдруг вампир улыбнулся нежно, почти мечтательно. И на белизне его кожи обозначились линии, бесконечно подвижные, но скупые, как на штриховом портрете. Рассмотрели? Тихо спросил он. Юноша вздрогнул и поднес руку глазам, защищаясь от яркого света. Потом перевел взгляд на безукоризненно сшитый черный фраг, который мельком уже видел в баре, длинные складки плаща, черный шелковый галстук и воротничок сорочки, такой же ослепительно белый, как кожа вампира. Его густые, черные, слегка вьющиеся волосы были зачесаны назад, их кончики едва касались воротничка. «Ну как? Вы все еще хотите этого интервью?» – спросил вампир. Молодой человек открыл рот, но не мог выдавить ни звука, только кивнул. «Да!» – наконец выдохнул он. Вампир опустился в кресло напротив и тихо, доверительно сказал. «Включайте запись и ничего не бойтесь». Он перегнулся через стол и юноша испуганно отшатнулся, под градом катился по его щекам. Вампир положил руку ему на плечо, крепко сжал его и промолвил. «Поверьте, я не сделаю вам ничего плохого. Я хочу воспользоваться случаем. Наша беседа для меня гораздо важнее, чем вы думаете. Давайте начнем поскорее». Он откинулся в кресле и застыл в ожидании. Юноша с трудом перевел дыхание, вытер лицо платком, пробормотал, что микрофон внутри, нажал кнопку и запись началась. «Вы не всегда были таким», — начал он. «Верно. Я стал вампиром в 1791 году. Мне было тогда 25 лет». Юноша, ошеломленный такой точностью, повторил дату вслух, прежде чем задать следующий вопрос. «Как это случилось?» «Очень просто. Но я бы хотел рассказать все по порядку с самого начала». «Разумеется», — быстро кивнул молодой человек, сложил платок вчетверо и провел им по губам. «Все началось с несчастья», — начал вампир. «Мой младший брат погиб. Он запнулся». Молодой человек кашлянул, чтобы прочистить горло, еще раз вытер лицо платком и засунул его в карман. «Может быть, вам больно вспоминать об этом?» — спросил он робко. «Больно?» — отозвался вампир и покачал головой. «Нет. Однажды я уже рассказывал эту историю. И потом это было так давно. Мы тогда жили в Луизиане. Взяли ссуду на землю и основали две плантации Индигона Миссисипи, неподалеку от Нового Орлеана. Так вот откуда у вас акцент», — тихо сказал юноша. Вампир недоуменно взглянул на него, потом рассмеялся. «Я говорю с акцентом?» «Я заметил это еще в баре, когда спросил, кто вы». Торопливо заговорил юноша. Едва различимая четкость согласных, и все. Но я не догадался, что это французский акцент. «Ничего», — успокоил его вампир. «Я не столько удивлен, сколько притворяюсь. Просто время от времени я забываю о своем акценте. Но давайте продолжим. Конечно, конечно». Я говорил о плантациях. «Кстати, может быть, из-за них я и стал вампиром. Но об этом после. Мы жили роскошно, но в то же время очень просто. Мы очень любили наш мир. Во Франции нам никогда не было бы так хорошо. Может, то была только выдумка, очарование дикой и дерственной природы. Но разве это важно? Я помню мебель, выписанную из Европы. Вампир улыбнулся. И клавесин. Прелестная вещица. Моя сестра часто играла на нем. Летними вечерами она сидела за клавишами спиной к раскрытым окнам. Помню быструю невесомую музыку и болота, простиравшиеся за окном. Бархатистые кипарисы, плывущие на фоне вечернего неба, и звуки болот, голоса животных и пение птиц. В этой глуши мебель розового дерева казалась еще более ценной, а музыка такой нежной и такой желанной. Мы любили нашу жизнь в глуши, хотя глицы не опутали окошко мансарды и умудрились врасти в белую кирпичную кладку меньше, чем за год. Да, мы все любили эту жизнь. Все. Кроме моего младшего брата. Я не помню, чтобы хоть раз он пожаловался или посетовал, но я чувствовал, у него неладно на душе. Отец к тому времени уже умер, и я, как глава семьи, должен был постоянно защищать брата от матери и сестры. Они требовали, чтобы он ездил вместе с нами в гости и на вечеринке в Новый Орлеан, а он этого терпеть не мог. Он перестал участвовать в общих развлечениях, лет должно быть в двенадцать. Для него имели смысл только молитвы, молитвы и жития святых, заключенные в толстые кожаные переплеты. Я построил ему часовню неподалеку от дома, и он проводил там целые дни. Возвращался, когда уже начинало смеркаться. Это смешно. Он так отличался от нас, отличался от всех, а я был самым обычным человеком. Ничего сверхъестественного во мне не было. Вампир улыбнулся. Иногда по вечерам я приходил за ним к часовне. Он сидел на каменной скамейке в саду, спокойный и отрешенный. А я рассказывал ему о своих бедах. О нерадивых рабах или дурной погоде. О недоверии к надсмотрщику и торговым агентам. Словом, о больших и маленьких заботах, которые составляли сущность моей жизни. Он сидел и слушал, изредка вставлял замечания, всегда очень благожелательные. И всякий раз я покидал его с осознанным чувством, что он разрешил за меня все вопросы. Я думал, что ни в чем не смогу ему отказать, и поклялся, что не буду мешать ему стать священником. Пусть это даже разобьет мне сердце. Конечно, я заблуждался. Вампир замолчал. Юноша тоже молчал и смотрел на него. Затем, словно пробудившись от глубокой задумчивости, спросил, подбирая слова. То есть, он не захотел стать священником. Вампир пронзил его долгим взглядом, словно пытаясь постичь смысл сказанного. Потом ответил, нет, это насчет себя я ошибался, когда думал, что не смогу ему отказать. Он отвел глаза и взглянул в окно. У него начались видения. Настоящие видения? Помедлив спросил юноша. Не знаю, но тогда я ему не поверил. Это случилось впервые, когда брату исполнилось пятнадцать. Он был красив. Нежная чистая кожа, огромные голубые глаза. К тому же, в противоположность мне, он отличался крепким телосложением. Но главное — его глаза. Когда я смотрел в них, мне казалось, что я стою на самом краю света совсем один. На овиваемом ветром песчаном берегу океана. А вокруг тишина, только рокот волн, накатывающих на берег. «Да», — продолжал он, по-прежнему глядя в окно. У брата начались видения. Сначала он говорил об этом намеками. Он ничего не ел и почти переселился в часовню. Но и там все запустил. Перестал зажигать свечи, менять покров на алтаре. И даже не выметал заносимые ветром листья. Дни и ночи он стоял на коленях, на голом каменном полу перед алтарем. Однажды вечером я встревожился не на шутку. Целый час я смотрел на него из беседки, увитые розами. Брат ни разу не поднялся с колен и не опустил молитвенно сложенных рук. Рабы думали, что он сошел с ума. Брови вампира удивленно поползли вверх. Сам я считал, что он просто не в меру усерден, что в своей любви к Богу он зашел слишком далеко. Потом он рассказал мне о видениях подробно. Он говорил, что ему явились святой Доминик и сама Дева Мария. Они сказали, что он должен продать всю нашу собственность в Луизиане, все, что у нас есть, а вырученные деньги потратить на богоугодные дела во Франции. Сам же он станет великим религиозным лидером и, возродив любовь к Богу в сердцах людей, будет бороться с атеизмом и революцией. Своих денег у него, конечно же, не было. Значит, это мне следовало продать плантации и дома в Новом Орлеане, а деньги отдать ему. Вампир снова умолк. Юноша изумленно глядел на него. «Простите», — наконец очнулся он. «И что же? Вы продали плантации?» «Нет», — ответил вампир. Его лицо было невозмутимо и спокойно, как и прежде. Я рассмеялся ему в лицо. Он пришел в ярость. «Так приказала сама Дева Мария», — кричал он. «И кто я такой, чтоб не подчиняться?» «В самом деле кто?» — повторил вампир тихо, словно заново обдумывая ответ на этот вопрос. Чем отчаяннее он старался убедить меня в своей правоте, тем громче я смеялся. Я сказал, что его слова — полнейшая чушь и бессмыслица, порождение незрелого и даже болезненного ума. Я говорил, что постройка часовни была ошибкой, и что я прикажу разрушить ее немедленно, а сам он начнет ходить в школу в Новом Орлеане и забудет провидение и прочий вздор. Не помню точно, что я еще наговорил. В памяти остались только гнев и разочарования, переполнявшие мою душу. Именно это я пытался скрыть за высокомерным смехом и суровой отповедью. Я и впрямь был горько разочарован. Я не поверил ни единому слову брата. «Вас можно понять», — заметил юноша, воспользовавшись наступившей паузой. Его лицо уже не выражало такого откровенного удивления. Никто бы ему не поверил. «Можно понять?» — вампир взглянул на него. «Я вел себя отвратительно, как отъявленный эгоист. Попробую объяснить. Я уже говорил, что любил брата. Иногда мне казалось, что он святой. Точнее говоря, я хотел в это верить. Я уважал его мысли, слышал его молитвы, и твердо решил, что помогу ему принять сан. Но если бы мне рассказали, что в Арле или Лурде появился святой, которому является Дева Мария, я бы поверил. Ведь я был католиком и искренне верил в святых. Ставил свечи перед мраморными статуями в церквях, знал их имена, видел изображения, разбирался в символах и молитвах. Но я не верил, не мог поверить своему брату. Я не только не верил в его видение, но даже сама суть его слов была мне чужда. Вы спросите, почему? Потому что это был мой брат. Может быть, он святой, уж наверняка особенный, не такой, как все. Но только не Франциск Асиский. Ни за что на свете. Кто угодно, только не мой брат. Вот почему я вел себя как эгоист, понимаете? Юноша немного подумал и кивнул. Может, у него и правда были видения, сказал вампир. То есть, вы не знаете, наверняка. Не знаю. Но ничто не могло пошатнуть его убежденности в собственной правоте. Я видел это в ту ночь. Обезумев от горя и обиды, он выбежал из комнаты, и через мгновение его не стало. Как? Очень просто. Он распахнул стеклянную дверь, ведущую на галерею. Немного постоял на верхней ступеньке каменной лестницы, а потом упал. Я бросился вниз, в сад, но он был уже мертв. Сломал шею. Вампир потряс головой, заново переживая весь этот ужас, но его лицо оставалось невозмутимым. Может быть, он оступился? Вы видели, как он упал? Нет. Но слуги видели. Они рассказали, что он посмотрел вверх, словно увидел что-то в воздухе, а потом его тело будто подхватило ветром. Одному из них показалось, что он хотел что-то сказать. Я сам ничего точно не знаю. Я не смотрел тогда в окно. Я только услышал звук падения. Он взглянул на диктофон. Я не мог себе этого простить. Мне казалось, я виноват в его смерти. Впрочем, так думали все. Почему? Ведь были свидетели, прямых обвинений не было. Просто пошли слухи, что между нами что-то произошло, что мы поругались за несколько минут до его гибели. Слуги слышали шум, да и мать тоже. Она умоляла меня объяснить, что случилось. Почему брат всегда такой тихий и мирный, кричал на меня. Потом к ней присоединилась сестра. Естественно, я отказался говорить об этом. Потрясенный, почти убитый смертью брата, я все-таки был исполнен какой-то странной решимости никому не рассказывать о его видениях. Я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, что он оказался не святым, а фанатиком. Моя сестра предпочла остаться в постели и не пошла на похороны. А мать рассказала всем в церкви, что в моей комнате произошло что-то ужасное, но я не хочу признаваться, что именно. В конце концов, я даже попал на допрос в полицию. Потом ко мне явился священник и умолял, чтобы я, во имя собственного спасения, поведал ему все, но я молчал. Говорил всем, что это был самый обычный спор между братьями, отвергал обвинения, объяснял, что меня не было на галерее, когда он упал, и все равно все смотрели на меня так, будто это я убил его. Но я и сам чувствовал то же. Два дня я провел в церкви рядом с гробом и думал только об этом. Смотрел на лицо брата, пока черные точки не замелькали перед глазами. Довел себя почти до потери сознания. Брат разбил затылок о каменную дорожку. Его голова в гробу на подушке была неправильной формы. Я заставлял себя смотреть на него, изучать мельчайшую черточку просто потому, что иначе не смог бы вынести душевную боль и запах уже начавшегося разложения. Меня снова и снова тянуло попытаться открыть ему глаза. Я начал сходить с ума. Но одна мысль не покидала меня ни на минуту. Я смеялся над ним. Не поверил ему, не помог, когда ему было плохо. Это я убил его. Это было на самом деле? Тихо спросил молодой человек. Это правда? Да, ответил вампир. Но я хотел бы продолжить. Он равнодушно скользнул взглядом по собеседнику и снова перевел глаза на окно. Казалось, что юноша со своей молчаливой внутренней борьбой вызывает у него только слабый интерес. «Но вы не знали наверняка про видение. Как же так? Ведь вы вампир и вы должны. Я рассказываю только о том, что знаю». Перебил его вампир. «Только о том, что было. Если вас интересует видение, то я и сейчас ничего не знаю об этом». Наступило молчание. Наконец, юноша сказал. «Пожалуйста, продолжайте». Я решил продать плантации. Я больше не хотел никогда видеть ни дом, ни часовню. Я сдал их в аренду одному агентству и избавил себя от необходимости приезжать туда снова. Мы с матерью и сестрой переехали в один из наших городских домов в Новом Орлеане. Но образ брата продолжал преследовать меня каждую минуту. Я думал только о том, что его тело гниет сейчас в земле. Его похоронили в Новом Орлеане на кладбище Сент-Луи. И я старательно избегал этого места. Но ничего не помогало. Мои мысли всегда возвращались к брату. Пьяный или трезвый, я видел перед собой его тело, полусгнившее в гробу. Это было невыносимо. Каждую ночь мне снилось, что он стоит на верхней ступеньке, а я стою рядом, держу его за руку, уговариваю спуститься вниз в спальню и помолиться за меня, чтобы я обрел веру. Между тем рабы Спон-Дюлак, так называлась моя плантация, начали распускать слух, что видели привидения на галерее, и надсмотрщику не удавалось поддерживать дисциплину и порядок. Люди в обществе задавали моей сестре оскорбительные вопросы, и у нее начались истерики. На самом деле она никогда не была истеричкой, но почему-то решила, что это самый лучший способ поведения в подобной ситуации. Я все время пил и старался как можно меньше бывать дома. Как человек, который хочет умереть, но боится наложить на себя руки, я будто искал смерти. Гулял один по самым темным улицам и аллеям города, напивался до потери сознания в кабаре, только по апатии уклонился от двух дуэлей. Мне искренне хотелось, чтобы меня убили кто угодно, пьяный матрос и грабитель, маньяк, но случилось так, что мне встретился вампир. Он поймал меня ночью в двух шагах от дома, сделал свое дело и оставил умирать на улице. Вы хотите сказать, что он высосал вашу кровь? Да, рассмеялся вампир, так оно и бывает, но вам удалось выжить. Один шаг отделял меня от смерти, но он уже успел насытиться и бросил меня. Я был найден на улице и меня отнесли в постель. Я не помнил, что со мной случилось. Может быть, удар от беспробудного пьянства. Я ничего не ел и не пил, не отвечал на вопросы врача. Я ждал прихода смерти с минуты на минуту. Мать послала за священником. В приступе начавшейся лихорадки я рассказал ему все о видениях брата и о нашей ссоре. Я вцепился в его руку и не отпускал, заставлял поклясться, никому. Нет, я не убивал его, говорил я, но я не могу жить, потому что чувствую себя виновником его смерти. Это смешно, отвечал священник. С какой стати вы считаете себя ответственным за его смерть? Вы слишком много думаете о себе, вот в чем дело. Вы нужны матери, не говоря уже о сестре. Что же касается вашего брата, то он попал в лапы дьявола. Я был так потрясен, что даже не сумел возразить. Видение дело рук дьявола, продолжал он. Силы сатаны безграничны, вся Франция сейчас в его власти, а революция его величайший триумф. Оказывается, ничто не могло спасти моего брата, кроме молитвы и поста. В то время, как близкие пытались удержать его от необдуманных поступков, дьявол восторжествовал в его теле. «Совершенно очевидно, что именно дьявол сбросил вашего брата с лестницы, когда убедился, что его коварный план не удался», заявил священник. «Вы разговаривали тогда не с братом, а с сатаной». Эти слова привели меня в бешенство. Он толковал о бесах, о колдовстве среди черных рабов, о похожих случаях в других странах. И наконец я взорвался. Я разгромил всю комнату и едва не прикончил его самого. «В вашем состоянии?» спросил юноша. «Безумие помогло мне», ответил вампир. «Я вытворял такое, что было мне не под силу даже здоровому. Я мало что помню. Эта суета мне сейчас представляется фантастической. я выволок его через заднюю дверь, протащил по всему двору и бил головой о кирпичную стену кухни. Обессиленный, я сам едва не отдал Богу душу. Они усмирили меня и пустили мне кровь, идиоты. Но самое важное, что именно тогда я осознал всю глубину своего эгоизма. Наверное, потому, что в словах священника услышал отзвук собственных слов, а его высокомерное отношение к брату напоминало мне мои чувства тогда. Как и его болтовня о дьяволе и почти болезненный отказ даже допустить саму мысль, что подлинная святость может быть найдена по соседству. Но он действительно верил, что вашим братом овладел дьявол. Это обычное человеческое отношение, мгновенно возразил вампир. Люди охотнее верят в дьявола, чем в Бога и в добро. Не знаю, почему. Может быть, разгадка проста? Творить зло гораздо легче. А говорить, что человеком овладел сатана, все равно, что объявить его сумасшедшим. Во всяком случае, я чувствовал, что именно к этому сводится смысл его слов. Не нужно видеть беса своими глазами, чтобы поверить в его существование. Другое дело святое. Чтобы с кем-то живущим рядом с тобой происходили чудеса, подобные видениям моего брата, нет. Наше самолюбие не может допустить подобного. Мне это никогда не приходило в голову, произнес его собеседник. Что же случилось с вами дальше? Вы сказали, что вам пустили кровь. Это неминуемо должно было привести к смерти. Вампир рассмеялся. Совершенно верно, но случилось непредвиденное. вечером тот вампир снова вернулся ко мне. И как вы думаете, зачем? Ему понадобились мои плантации. Я помню все детали той встречи, словно это произошло вчера. Было уже поздно, моя сестра, дежурившая около постели, заснула. Он вошел с черного хода, открыл двери без единого звука. Он был высокий, светловолосый и белокожий и двигался грациозно как кошка. Первым делом прикрутил лампу и аккуратно прикрыл платком лицо сестры. Она не проснулась. Так и спала спокойно всю ночь рядом с миской воды и полотенцем, которым вытирало мне лицо. Утром, когда она встала, я был уже не я. Вампир вздохнул, облокотился на ручку кресла и обвел взглядом стены комнаты. Сперва я подумал, что родные позвали доктора, чтобы он попытался успокоить меня и привести в чувство. Но когда он подошел поближе и склонился над постелью, мне сразу стало ясно, что я ошибся. Я разглядел его лицо при свете лампы и понял, что это не просто человек. Его серые глаза горели слишком ярко, да и длинные белые руки явно не были руками человека. Думаю, что в тот момент я догадался, кто передо мной, и все его слова потом уже не были для меня откровением. Я видел вокруг него неземное свечение. Такого существа мне еще не приходилось встречать. Я чувствовал свою полную ничтожность перед ним. все мысли терзания, даже страшная вина перед братом и желание умереть вдруг словно перестали существовать. Я и сам перестал существовать. Он прижал кулак груди. Передо мной открывалась новая жизнь, новые возможности. Он говорил, и мое изумление росло и росло. Рассказывал о своей жизни, о том, кем я могу стать, и прошлое померкло, превратилось в прах. Он заставил меня увидеть со стороны мою мелочную, себе любивую, бесполезную жизнь. Я понял, сколь неискренне были мои молитвы, обращаемые к Богу и к святым, чьи имена я затвердил по книгам. Они нисколько не изменили моего жалкого, приземленного существования. И я увидел. Вот мои подлинные божества, те же, что у всех, пища и деньги, безопасность и комфорт, прах земной. На лице юноши появилась смесь замешательства и удивления. «И вы решили следовать по его пути?» спросил он. Вампир ответил не сразу. Решил это не совсем точно. Не скажу, что такой исход был неизбежен. Просто после его слов этот путь оказался единственным для меня. И я пошел по нему не оглядываясь. Хотя нет, один раз оглянулся. Один раз? Что вы имеете в виду? Мой последний рассвет. Утро, когда я еще не был вампиром и встретил свой последний рассвет. Я навсегда запомнил именно это утро. Те, что были раньше, стерлись из памяти. Вот первый бледный свет коснулся окон. Матово засветились кружевные занавески. Свет становился ярче и ярче, и солнечные пятна обсыпали кроны деревьев. Взошло солнце. Кружевной узор занавесок тенью лег на каменный пол. Зайчики запрыгали по голове и плечам спящей сестры. Во сне она согрелась и отбросила платок. Солнце светило ей прямо в глаза, и она щурилась, не просыпаясь. Стол, на который она уронила голову и руки, весь был залит светом. Вода в миске сияла под солнцем. И, наконец, жаркие лучи коснулись моего лица и рук. Я лежал и думал о том, что рассказывал мне ночью вампир. Я навсегда прощался с рассветом и с прошлой жизнью. Потом я встал и вышел из комнаты. Это был мой последний рассвет. Вампир замолчал и снова посмотрел в окно. В комнате вдруг стало очень тихо, тишина звенела в ушах. Потом по улице с грохотом проехал грузовик и шнур выключателя задрожал. И опять все стихло. «Вы скучаете про свету?» спросил юноша. «Да нет, не очень», отозвался вампир. «На свете и так много интересного». «На чем мы остановились? Кажется, вы хотели узнать, как я стал вампиром». «Да, пожалуйста, расскажите поподробней». «Это невозможно объяснить», сказал он. «Я смогу только описать процесс превращения, облечь ощущения в слова. Но вы поймете, что значило случившееся для меня самого». Молодого человека вдруг словно осенило что-то, и он хотел было задать еще один вопрос, но вампир уже продолжал рассказ. «Итак, тот вампир, а звали его Листат, хотел заполучить мои плантации. Слишком прозаическая причина даровать мне вечную жизнь на этом свете. Надо сказать, он не так уж сильно отличался от обычных людей. Он не считал вампиров членами элитарного клуба, хотя на земле их очень мало. У него были чисто человеческие заботы. Например, слепой отец, который не знал, что его сын вампир. Ему стало трудно жить в Новом Орлеане. Нужно было кормиться самому и заботиться об отце. Вот почему ему понадобились мои плантации. Мы приехали в Пон-Дю-Лак вечером следующего дня. Я поместил старика в спальню и с помощью листата продолжил свой путь к новому состоянию. Нельзя сказать, что перемены произошли сразу, но начиная с какого-то момента у меня уже не было дороги назад. Мое превращение состояло из нескольких шагов и первым стало убийство надсмотрщика. Листат набросился на него, когда тот спал, я был рядом, стоял на стороже и одновременно проходил испытания на прочность. Смогу ли я присутствовать при убийстве человека? Это было труднее и мучительнее всего. Я уже говорил вам, что не боялся умереть, хотя мысль о самоубийстве вызывало у меня отвращение. Но сколь низко я ценил свою жизнь, столь же высоко ставил жизни других людей. К тому же после гибели брата ужас смерти прочно утвердился в моей душе. Мне пришлось увидеть, как надсмотрщик, проснувшись, пытается сбросить с себя листата, как отчаянно он борется за жизнь в смертельных объятиях вампира. Наконец он обмяк, но умер не сразу. Почти час мы простояли в маленькой спальне и смотрели, как его душа расстается с телом. Это тоже являлось частью моего превращения, иначе листат ни за что бы не остался в комнате. Затем нам надо было избавиться от трупа. Меня обуял настоящий ужас. Я чувствовал, что еще немного, и я не выдержу. У меня начался приступ лихорадки. Я с трудом передвигал ноги и, перетаскивая тело, едва сдерживал тошноту. Алистат только смеялся. Он говорил, что когда я стану настоящим вампиром, тоже буду смеяться. Но он ошибся. Я никогда не смеюсь над смертью, хотя часто бываю ее причиной. Дорога, идущая вдоль реки, мы вывезли тело надсмотрщика в поле, сбросили его с повозки, порвали на нем плащ, вытащили из карманов деньги и влили в рот немного виски для запаха. Я хорошо знал его жену. Она жила в Новом Орлеане и представлял себе, как она будет горевать, когда труп найдут. Но еще мучительнее была мысль о том, что она никогда не узнает, что на самом деле случилось с ее мужем, что это непростые грабители подстерегли его пьяным на дороге. Когда мы били безжизненное тело, ломали кости и превращали лицо в кровавое месиво, непреодолимое отвращение поднималось у меня в душе. Вы не должны забывать, что все это время Листат вел себя не как обычный человек. Мне он казался сверхъестественным существом вроде ангела, но постепенно его магическая власть надо мной стала ослабевать. Мое сознание раздвоилось. С одной стороны, как я уже говорил, он просто околдовал меня и подчинил себе мою волю. Мое собственное стремление к разрушению и желание быть проклятым вели меня по тому же пути. Именно они помогли Листату осуществить задуманное. Но в тот момент речь шла не обо мне. Я помогал разрушить жизнь надсмотрщика, его жены, его семьи. Ужас охватил меня. И может быть, я ускользнул бы от Листата и окончательно потерял бы рассудок. Но безошибочный инстинкт подсказал ему, что происходит со мной. Этот инстинкт вампир задумался. Пожалуй, я мог бы назвать его могучим инстинктом вампира. Для нас малейшее изменение выражения на человеческом лице говорит столько же, сколько оживленная жестикуляция простым смертным. В Листате он был развит необычайно сильно. Он поспешно затолкнул меня в экипаж и погнал лошадей домой. «Я хочу умереть», бормотал я, «это невыносимо. Ты же можешь убить меня, это в твоих силах. Позволь мне умереть». Я старался не смотреть на него, чтобы не поддаться чарам его безупречной красоты. Он уговаривал меня, называл по имени и смеялся. Он твердо решил, что плантации должны достаться ему. «Вы думаете, он не позволил бы вам уйти?» спросил юноша. «Трудно сказать, но теперь, хорошо зная листата, я думаю, он скорее убил бы меня, чем отпустил. Именно этого я и хотел. Точнее, мне казалось, что хотел». Как только мы добрались до дома, я выскочил из кареты и пошел словно зомби кирпичной лестнице, той самой, с которой упал мой брат. Несколько месяцев дом стоял пустой, надсмотрщик жил в отдельном коттедже. Жаркий и влажный климат Луизианы уже начал свою разрушительную работу. Трещины между кирпичами заросли травой, кое-где даже проглядывали дикие лесные цветы. Помню ощущение ночного холода и сырости, когда, присев на нижней ступеньке лестницы, я положил усталую голову на кирпич, бесцельно перебирая руками крошечные цветочки. Я выдернул целый пучок и зажал в ладони. «Я хочу умереть, убей меня, убей меня», повторял я словно заведенный. «Я стал убийцей и не могу больше жить». Листат засопел от нетерпения, как бывает, когда выслушиваешь очевидную ложь, и вдруг бросился на меня. В жутком испуге я изо всех сил ударил его ногой в грудь, и его зубы только царапали мне горло. Кровь бешено колотилась у меня в висках. Одним движением, настолько стремительным, что я даже не увидел его, он отпрыгнул назад к низу лестницы. «Мне показалось, ты хотел умереть, Луи», сказал он. Услышав имя, молодой человек кашлянул, словно хотел что-то спросить. Вампир сразу понял его и кивнул «Да, меня зовут Луи», и продолжил рассказ. «Если бы я остался один и дошел до крайней черты, может быть, у меня хватило бы смелости покончить собой. Вместо того, чтобы скулить и упрашивать других, сделать это за меня. Я представлял себе долгие ежедневные страдания, как расплату за грехи, и мысленно тянулся к ножу, искренне надеясь, что внезапная смерть дарует мне вечное прощение. И еще я видел, как стою наверху лестницы, там, где стоял брат, а потом падаю вниз и разбиваюсь о камни. Но у меня не было времени собраться с духом. План листата был рассчитан по минутам. «Послушай, Луи», сказал он и прилег на ступеньки рядом со мной, двигаясь изящно и интимно, словно любовник. Я отшатнулся, но он обнял и прижал меня к груди. Никогда я еще не видел его так близко. В тусклом свете его глаза неестественно сияли на белом лице. Предупреждая мое намерение пошевелиться, он поднес пальцы к моим губам и сказал «Не двигайся, я собираюсь высосать твою кровь до последней капли и хочу, чтобы ты лежал тихо, так тихо, чтобы ты слышал, как твоя кровь перетекает в меня. Только силой воли и разума ты должен поддерживать в себе жизнь». Я хотел было сопротивляться, но он так крепко прижимал меня к себе, что все мое распростертое тело находилось в его власти. Я оставил жалкие попытки вырваться, и он впился зубами в мою шею. Вампир говорил, а юноша забивался в кресло все глубже и глубже. Его лицо напряглось, глаза сузились, он словно ждал нападения. «Вы когда-нибудь теряли много крови?» спросил вампир. «Вам знакомо это состояние?» Губы юноши обозначили слово «нет», но звука не получилось. Он сипло откашлялся и наконец сказал «нет». «Тогда слушайте». Наверху в гостиной горели свечи, а снаружи на галерее ветер раскачивал масляный фонарь. Эти два света смешались в мерцающее золотистое облако, словно привидение повисло надо мной, зацепившись за перила лестницы. «Не закрывай глаза», прошептал Листат. его губы прикоснулись к моей шее. Мурашки побежали у меня по спине как при поцелуе. Некоторое время вампир стоял молча, задумчиво постукивая пальцами по подбородку. На несколько минут меня полностью парализовало от слабости, вызванной большой потерей крови. Мне было страшно, я не мог произнести ни слова. Листат не выпускал меня. Его объятия были подобны стальному обручу. С удивительной отчетливостью я ощутил, как резким движением он разжал зубы на моей шее, оставив на ней две крошечные раны. Мне они казались огромными и наполненными болью. Затем он склонился ко мне, разжал сжимавшую мое беспомощное тело руку, поднес ее ко рту и прокусил себе запястье. Кровь хлынула потоком мне на рубашку и плащ. Казалось, прошла вечность. Он, не двигаясь, сверкающими глазами смотрел на кровь. Мерцающее облако очутилось у него за спиной, и он сам стал похож на ужасный призрак. Трудно сказать с уверенностью, но думаю, я знал, что он собирается сделать. Обессиленный я лежал и ждал. Вдруг он прижал кровоточащую кисть к моим губам и сказал твердо, даже нетерпеливо, «Пей, Луи». Я повиновался его приказу, а он продолжал шептать, «Давай, Луи, поторопись». Я пил, сосал кровь из маленьких дырочек, блаженно, как младенец. Все внимание, все силы моего тела и души сосредоточились на этих маленьких, едва заметных ранках. В тот миг они были для меня единственными источниками жизни. И тогда случилось это. Вампир нахмурился и откинулся на спинку кресла. Это невозможно описать словами. Он перешел на шепот. Юноша будто превратился в глыбу льда. Когда я почувствовал вкус крови на губах, мне показалось, что вокруг все исчезло, кроме трепещущего золотистого сияния где-то в вышине. Но потом я услышал странный звук, доносившийся издалека. Вначале это был только глухой рокот, но скоро он рассыпался на фрагменты и стал походить на барабанный бой. Он становился все громче и громче, словно огромное существо медленно пробиралось к нам сквозь темный незнакомый лес и било в барабан. Вдруг к нему присоединились звуки второго барабана, как будто другое чудовище шло по следам первого, выбирая свой ритм, никак не связанный с прежним. Шум нарастал. Наконец проник в каждую клеточку моего тела. Я чувствовал бешеную пульсацию этого ритма в своих венах. Вначале один барабан, затем другой, и вдруг Листат убрал руку. Я открыл глаза и едва удержался, чтобы не схватить ее и не прижать к губам. Наверное, я бы так и сделал, но тут внезапная догадка пронзила меня, подобно молнии. Этот барабанный бой был биением наших сердец, моего и Листата. Вампир вздохнул. Вы поняли хоть что-нибудь? Обратился он к юноше. Нет, то есть да, запинаясь, пробормотал тот, хотя он покачал головой. Неудивительно, сказал вампир, глядя в окно. Подождите, подождите, воскликнул юноша. Лента кончается, я переверну кассету. Вампир терпеливо ждал. Что же случилось потом? Спросил юноша, вытирая вспотевшее лицо платком. Я стал видеть по-другому, глазами вампира, равнодушно, почти рассеянно ответил Луи. Потом очнулся и продолжил. Листат отступил назад, на нижнюю ступеньку лестницы, но в первый момент я просто не узнал его. Прежде его лицо было абсолютно белым и светилось в темноте. Теперь он предстал передо мной полным жизни и крови, излучающим мощное яркое сияние, источник которого находился внутри его самого. Я огляделся по сторонам и обнаружил, что изменился не только листат, преобразилось все вокруг. Я вдруг словно прозрел и увидел мир во всем разнообразии цветов и форм. Помню, меня так захватила игра красок на пестрых пуговицах плаща листата, что я долго не мог оторвать от них глаз. Потом он вдруг рассмеялся, и мне показалось, что за один миг я излечился от многолетней глухоты. Барабанный ритм сердца по-прежнему звучал у меня в ушах, а теперь к нему присоединились раскаты металлического смеха. Они слились в общий гул, как будто одновременно звонят несколько колоколов. Но скоро я научился разделять звуки и старался слушать каждый в отдельности. Потом они снова перемешались, но я уже безошибочно отличал один от другого. Эти мягкие, нарастающие звуки, прерывистые, но бесконечные, слившиеся воедино и такие разные. Перезвоны смеха. Вампир счастливо улыбнулся. Перезвон колоколов. «Перестань таращиться на мои пуговицы», сказал Листат. «Пойди лучше в сад, стряхни с себя прах человеческий. И не влюбляйся без памяти в эту ночь, а то заблудишься в трех соснах». Последнее замечание было и впрямь не лишним. Я это понял, едва отошел от дома. Лунный свет на мощеных дорожках сада заворожил меня. Я стоял и глядел на них чуть ли не час. Я прошел мимо часовни брата, даже не вспомнив о нем. Надо мной шумели дубы, и звуки ночи казались голосами тысяч женщин. Они шептали что-то, манили, звали к себе. Но мое тело переродилось еще не совсем. И привыкнув к новому зрению и слуху, я почувствовал боль. Все человеческое покидало меня, человек во мне умирал, начинал жить вампир. И новые, обостренные чувства вампира родили во мне сперва тревогу, а потом и страх перед собственной смертью. Я бросился по ступенькам вверх в гостиную. Листат уже деловито разбирал мои счета и бумаги. Да ты богач! Приветствовал он мое появление. Что со мной происходит? Закричал я. Ты умираешь только и всего. Перестань валять дурака. Кстати, где у тебя лампы? Я не нашел ни одной, разве что фонарь на улице. Принеси мне его. У тебя столько денег, а ты не можешь раскошелиться на китовый жир. Умираю? кричал я. Умираю! Это случается с каждым, сказал Листат. Он не хотел мне помочь. Даже сейчас, оглядываясь назад, я презираю его за это. Не потому, он не утешил меня. Но он мог бы объяснить, что моя смерть, то есть перемена, происходившая со мной, столь же увлекательна и прекрасна, как ночь, которую я только что чувствовал и видел. Но он этого не сделал, потому что Листат был совсем не такой, как я. В словах вампира не было ни тени самодовольства, только сожаление, что ничего не изменишь. Тем временем вздохнул он. Я умирал быстро, а значит и так же быстро умирал мой страх перед смертью. Жаль только, что я не мог спокойно и внимательно следить за своим превращением, что я не уделил этому больше внимания. Листат же вел себя, как круглый идиот. «Черт побери», вдруг выругался он, «Я забыл запасти для тебя еду, но что я за дурак?» Я едва не сказал, что придерживаюсь того же мнения. «И спать тебе придется со мной», продолжал он, «Я не успел приготовить для тебя гроб». Вампир рассмеялся. Слово «гроб» вселило в меня такой ужас, что, наверное, на него ушла вся оставшаяся у меня способность бояться, но ужас быстро прошел. Мне только не хотелось лежать в одном гробу с Листатом. Сам он пошел попрощаться с отцом и сказать, что вернется к вечеру. «Куда ты идешь?» «Почему ты вечно пропадаешь по ночам?» Стал допытываться старик, и Листат потерял терпение. Раньше он держался с отцом исключительно вежливо, пожалуй, даже чересчур, но тут взорвался. «Разве я не забочусь о тебе? Я все для тебя делаю, не то, что ты для меня. Ты сейчас живешь так, как я никогда не жил. Если мне охота весь день спать и пьянствовать по ночам, то это, черт возьми, мое право». Старик униженно заплакал. Только особенное состояние чувств, в котором я тогда пребывал, и страшная физическая слабость не дали мне вмешаться. Я наблюдал за происходящим через открытую дверь, и не мог отвести глаз от разноцветного покрывала на постели отца листата и поразительного смешения красок на его лице. Я завороженно смотрел на голубые вены, пульсирующие под розово-серой кожей, пожелтевшие от старости зубы, мелкую дрожь тонких бескровных губ, что ты за сын, что ты за сын, бормотал он. Конечно, он и не догадывался, кто его сын на самом деле. Ну, ладно, иди куда хочешь, наверное, ты завел себе подружку и отправляешься к ней по утрам, когда муж уходит из дома. Только дай мне мои четки, куда они запропастились. Листат опять выругался, но выполнил его просьбу. Но начал было юноша, да, отозвался Луи. Простите, я, кажется, не даю вам и слова вставить. Вы сказали про четки, но ведь на них обычно вешают крест. Ах, вот в чем дело. Вампир рассмеялся. Я знаю, ходят слухи, что мы боимся крестов. Я думал, вампиру даже смотреть на крест нельзя. Чепуха, мой друг, полная чепуха. Я могу смотреть на все, что угодно, так же, как и вы. Иногда даже люблю смотреть на распятие. Так значит, и про замочные скважины это все ерунда. Я слышал, что вампиры могут превращаться в дым и просачиваться в запертую комнату. Хорошо бы, смеясь, ответил вампир. А вообще не дурная идея. Я сам не прочь полазить взад-вперед сквозь замочные скважины. Наверное, они приятно щекочут разные места. Нет, он покачал головой. Это, как вы говорите теперь, бред собачий. Молодой человек невольно рассмеялся, но быстро стал серьезным. Не смеетесь, сказал вампир. Есть еще вопросы? Да, слегка покраснев, признался юноша. Говорят, что вампиру нужно проткнуть колом сердца, чтобы уничтожить. То же самое, бред собачий. Луи старательно произнес согласные буквы, вызвав у юноши смущенную улыбку. Никаких чудес тут нет. «А почему бы вам не закурить? Я вижу у вас пачка сигарет в кармане. Спасибо». Молодой человек искренне обрадовался. Он засунул сигарету в рот и попытался прикурить, но руки слишком сильно дрожали. «Позвольте мне». Пришел ему на помощь вампир и, проворно чиркнув спичкой, поднес ее к сигарете. Не сводя глаз с его пальцев, юноша затянулся. «Пепельница у стены», сказал вампир и уселся в кресло. «Пепельница